День незалежности трудящих После целого года напряженной и плодотворной работы можешь отдохнуть, посвятить свое время отдыху, своей семье, своим родным и близким и провести этот день, как ты хочешь. Тем более, начинается прекрасная погода и все остальные знакомые и друзья тоже выходные. И вы все вместе можете сделать что-то очень хорошее, очень веселое и очень позитивное. Ну, 1 мая вообще праздником не считаю, потому что, ну это не наш праздник, на мой взгляд, лично я буду проводить этот день в лесу на дне рождения своей подруги. Насколько я знаю, у нас в Украине, он имеет такой достаточно пострадянский характер и у всех это асоциируется с парадами, с тем, что люди выходили под червоными прапорами и потом все вместе садили деревце, например, в каком-то парке. Но я вважаю, что это достаточно полезная традиция и тенденция, потому что мне кажется, что хотя бы раз в год люди должны выходить и на самом деле делать что-то для себя и для своего окружающего средства. 1 мая, это, насколько я помню, день солидарности трудящих. Ко мне он отношения, в принципе, никакого не имеет. Просто знаю, что это стабильно шашлычки на даче. Ну и ответ на второй вопрос, что я буду делать, это, скорее всего, шашлычки на даче. 1 мая ничего не значит, в селе будем на даче, на городе работать.